Всем привет! С вами Клеопатра. Клан 11 уровня Егерь после небольшого отдыха и большой чистки готов вновь открыть свои двери для новичков. Прием ведется начиная от 9-го Таунхола с героями по сумме 20 и выше. Также ребята будут рады приход в десяток с героями 60+, и топов с героями 100+. Ближайшие цели у клана – озеленить лог и подняться выше по лиге военных кланов. Кстати, в руководстве клана есть 13-й Таунхолы со всеми открытыми войсками и осадными машинами, поэтому донат здесь может быть абсолютно любой, все, что необходимо вам по запросу. Ребята всегда рады пообщаться и поделиться своим опытом, поэтому если ты не нашел свой постоянный клан в мире Clash of Clans, то обязательно заходи. Тег оставлю в описании. А я же сегодня нахожусь в клане у наших с вами давних знакомых. Это клан уже 27-го уровня под названием Криворукие. Я поздравляю, ребят, с этой действительно классной цифрой. Мне кажется, еще буквально пару месяцев и можно будет праздновать 30-й левел. Кроме того, ребята вернули свою чемпионскую лигу 1, то сейчас в ЛВК они на максимальной лиге, выше просто некуда. Ну и также поддерживают еще и кубковость клани. Очень много игроков, которые находятся в легенде. Кроме того, вы видите, что у них отличный донат. На самом деле в кубковых кланах по-другому быть не может, потому что постоянно нужен подкреп, и очень большое количество ребят находится в сети буквально вот по несколько раз на день. И когда в сумме у вас 50 человек в клане, постоянно кто-то есть и кто-то может вам донатить. Ну и причем, естественно, это разные игроки, поскольку каждый поднимается. И, кстати говоря, про кубки, если смотреть топ России, то на текущий момент криворукие входят в топ лучших 25 кланов. Они занимают 21-ю позицию. Но это тоже далеко не все. Давайте теперь откроем глобальный топ и посмотрим, какой клан находится на первом месте там. Это клан на третьего уровня, мистер и миссис Мудштаба. Я думаю, что те, кто внимательно следят за моим каналом, наверняка знают, кто это такие, ну или кто вообще интересуется миром Clash of Clans, знают, кто такой Стефани, кто такой доктор Мудштаба. Это игроки, которые набирают максимальное возможное количество кубков в Clash of Clans и, как правило, занимают топовые места в списке лучших игроков. И если теперь мы откроем с вами клановую войну, которая сейчас идет у Криворогих, то увидим, что они играют именно с этим кланом. Вы можете это проверить по тегу, вот я специально его скопировала, чтобы вам это показать. Можете этот тег также вбить в Clash of Clans и проверить, что это именно этот клан, который находится в топе. То есть ребята случайно попали на этот клан и, в общем-то, им приходится сейчас играть КВ-шку против этого клана. Естественно, состав это 50 тринадцатых тонн холлов и с одной, и с другой стороны, с другого состава тут и быть не могло, но, как вы понимаете, со стороны доктора Мудштаба и Стефани это только их аккаунты, ну, преимущественно их аккаунты. Со стороны клана Криворукие это, собственно, весь коллектив Криворуких, то есть у ребят сейчас весьма такая интересная и сложная задача перед ними – это показать действительно достойную, красивую игру и свои красивые трешечные атаки. Съемка этого ролика происходила частями. Сначала я зашла посмотреть, что же происходит вот на текущий момент, как идет сама война. По количеству новых звезд за атаку 2.03 против 2.00, то есть вы видите, что ребята очень близко идут, и наши, и ребят со стороны Мистера и Миссис Мудштаба, что на самом деле не может не радовать, потому что это действительно топовые игроки, которые показывают очень высокий уровень игры. И если вы соответствуете этому уровню, то это уже действительно очень здорово. И я думаю, что будет весьма интересно посмотреть, какие же расстановки стоят у этих игроков. Сразу вам скажу, что, конечно, ловушки мы здесь не увидим, потому что это режим просмотра базы именно в режиме клановой войны, но, в принципе, вы можете расставлять ловушки, если вы понимаете, как их ставить, сами самостоятельно на такую расстановку. Кстати говоря, об этом у меня был отдельный ролик, и сейчас в верхнем правом углу подсказки вы можете его посмотреть и понять, как нужно ставить эти ловушки. Могу сказать, что базы у Мистера и Миссис Мудштаба очень интересные, необычные, незаезженные, которые, как правило, используются в легенде, но сразу говорю, что очень много одних и тех же расстановок. То есть, судя по всему, они не особо меняют их в плане клановой войны, то есть не проверяют, стоит ли такая база на одном из их аккаунтов или не стоит, поэтому можно заметить, что многие базы, они действительно идентичны. Скорее всего, я думаю, там изменяется расположение ловушек, но сама расстановка точно такая же, как и на предыдущих базах. Но вообще, на самом деле, понять их тоже можно, потому что если у вас 50 аккаунтов, а у них их гораздо больше, то поставить на каждом аккаунте такую базу, которая нигде не повторяется, ну, реально очень сложно, то есть нужно огромное количество баз иметь. Поэтому какие-то расстановки здесь все же повторяются. Но, опять же, повторюсь, базы очень интересные, незаезженные, какие-то свеженькие, поэтому я думаю, что те, кто сидит в легенде, вы можете взять такой шаблон и просто самостоятельно расставить ловушки согласно вашим потребностям, согласно тому, на каких кубках вы сидите и какими миксами примерно на вас атакуют. Окей, с базами мы познакомились и теперь плавно перетекаем в день окончания войны. Конечно, результат на экране 119-124. Ребята чуть-чуть не дотянули до победы, но, согласитесь, результат действительно очень достойный относительно того, что они играли с топовыми игроками и с самым лучшим кланом по глобалу, то есть вообще во всем клэше, и показать результат с разницей всего лишь 5 звезд, мне кажется, действительно очень круто. В этом ролике я покажу вам атаки не только со стороны Криворуких, но и со стороны клана Мистер и Миссис Мудштаба. Там есть несколько интересных сетов, которые, опять же, я думаю, помогут 13-м Туанколам хорошо отыгрывать в легенде, ну и, в принципе, просто в КВ, в ЛВК. Итак, начнем с атак от клана Криворуких. Очень много атак было проведено миксом с Йети. Разные вариации, конечно, есть. Есть и 4 тряса, есть и 8 трясов, но, как правило, 8 трясов открывают доступ очень хороший в центр базы, в ее сердце, особенно на вот таких расстановках, где много ячеек забора, и с помощью этих трясов вы проламываете не один коридор, а сразу несколько. Таким образом вы решаете проблему доступа к каким-то отдельным секторам, и вам не приходится очень долго ломать забор, в то время как деф просто гасит ваши войска и героя. Соответственно, вот на такие расстановки очень хорошо действительно ходить с 8 трясами, гораздо лучше, чем это было бы с джампом, потому что, повторюсь, джамп не откроет вам доступ сразу в несколько секторов. Он проведет куда-то в один, но максимум 2 в 3. А вот трясы, когда их много, они дают действительно эффект спама, эффект массовости, и вы видите, что тут вся база просто как на ладони. Вот заходи и сноси все, что находится вокруг. Очень плотный сейчас проход идет в центр расстановки, то есть практически все войска находятся в центре, однако пару Йети и также Пека ушли за левый и правый фланг, и, соответственно, там почищают все, что находится за забором. А за забором стоит достаточно большое количество всего, таким образом они экономят время и немножко переманивают внимание дефа на себя, тем самым разгружая центр и давая возможность героям, которые преимущественно и остались сейчас живы, под хилками разобраться с остатками дефа. А тут уже осталась буквально парочка башен лучниц, башня мага и пушка. И все остальное уже практически зачистили. Следующая широко используемая тактика в последние пару месяцев, наверное, где-то у 13-х Тонхолов, и пошло все это дело с Легенды, и сейчас уже плавно перетекает на КВ, на ЛВК, это использование Квинахила в комбинации с Шахтерами и Хогами. Чем хороша эта тактика? Хороша она тем, что когда вы сделали предзачистку с помощью Королевы, снесли, как в данном случае, ратушу, разобрались с войсками из клановой крепости и немножко почистили деф, тогда вы можете выпускать свой предзаход основной уже армии из Хогов вместе с Шахтерами, и в итоге Хоги убирают строение дефа, а Шахтеры как бы за ними все дело это подчищают. То есть получается, что очень такая хорошая комбинация у них, когда они движутся именно в паре. Здесь также используется осадная казарма, в которой находятся, ну естественно, Пеки плюс маги, по умолчанию плюс немножко своего КК. Что касается КК, то могут быть варианты разные. Кто-то предпочитает к этому миксу добавлять своих Хогов, чтобы потом немножечко усилить свою атаку, а кто-то предпочитает брать Пеку вместе с Бойлерами, чтобы отправлять их на расчистку одного из флангов. Здесь нужно смотреть, что именно подходит вам по базе и что будет лучше для именно какой-то конкретной расстановки. Здесь же атакующий из Кривороких взял себе дополнительных Хогов, что, естественно, абсолютно правильно, потому что с забором стоит не так много всего, а вот деф в центре достаточно плотный, достаточно тяжелый, и нужно его как можно быстрее убирать, что также будет являться очень хорошей помощью для королевы. С левой стороны вот вы видите пару арбалетов, а также башня мага, и Хоги как раз помогут с этим всем делом разобраться. В итоге королева выживет и поможет уже нам с вами зачистить всю левую сторону и тем самым сохранить еще немножечко время и не брать юнитов для зачистки. Следующую базу я специально взяла Анти-2, поскольку в легендарной лиге очень часто встречаются подобные расстановки, как эта. Здесь у нас с вами есть два сектора заборов, два ключевых, то есть один внешний и один внутренний, но и также в центре вот отдельно расставленные запоринки, для того, чтобы там застревали тараны, если вдруг вы с ними играете. В чем суть этой атаки? Изначально вы делаете зачистку вместе с квинахилом, плюс варвинг, кстати говоря, здесь тоже идет, и впоследствии вы заламываетесь в центр с помощью пек и большого количества боулеров, которые есть в этой атаке. В целом, такие расстановки достаточно несложные, самое главное, это хорошо расчистить фланги, для того, чтобы ваш микс не ушел. Это основная проблема у баз Анти-2, поскольку ратуша стоит в центре, и войска просто расходятся по сторонам. В итоге очень часто это приводит к одной звезде, и в легенде, как вы понимаете, это означает слив, скорее всего, снижение покупкам, если вы находитесь хотя бы на 5300-5400, потому что такие ошибки, как правило, там не прощают, но если только вам очень уж повезет. Действовать тут можно различными способами, один из них сейчас представлен на экране, это использование тарана, который идет в центр, но опять же такая расстановка, когда стоят отдельные заборинки для тарана, может быть весьма проблематичной, потому что сама видела неоднократно, как таран просто застревает в этих отдельных заборинках и пытается их прорубить. Однако же наверху, как вы видите, этой отдельной заборинки нет, то есть ближайшие стоят с левой и правой стороны, поэтому таран тут беспрепятственно подъехал. Если же вы вдруг переживаете, что таран может не доехать или где-то заблудиться, потеряться, застрять, то есть вариант использования дирижабля, который точно так же направляется к ратуши, но уже по воздуху. И, соответственно, дирижабль долетает до ратуши, там вы его распаковываете, если вдруг он сам не распаковался и дожил до того момента, когда он вам уже не нужен. И, соответственно, снимаете таким образом ратушу. Ну а все остальное зачищаете уже вашей основной армией вместе с квинахилом, если он у вас сохранился к этому моменту. А мы теперь с вами плавно переходим к атакам со стороны клана мистер и миссис Муштаба. Меня очень заинтересовал вот этот микс. Привлек он меня изначально тем, что тут находятся два скелета, и мне стало интересно, каким же образом они тут используются. Но вообще, забегая вперед, могу сказать, что очень многие базы сносились именно этим миксом со стороны соперника. То есть, судя по всему, этот микс действительно рабочий. У них это не разовая акция. Да и вообще, вспоминая интервью, которое я слушала с доктором Муштаба, в оригинале на английском он как раз там упоминал о том, что очень многие базы он сносит воздухом. Так что, учитывая этот факт, если, возможно, ваш клан когда-то попадется против клана доктора Муштаба и Стефани, то учитывайте, что, скорее всего, большинство атак будут сделаны воздухом. И в дальнейшем мы в этом тоже убедимся на примере второго микса. Итак, что у нас тут происходит? С левой стороны у нас идет зачистка с помощью короля, по центру королева, и с правой стороны идет чемпионка. Однако, обратите внимание, что с правой стороны находится чемпионка от клана Криворуги. И, соответственно, если мы просто ее выпустим одну, она у нас очень быстро погибнет, поскольку начнет махаться с вражеской чемпионкой. В итоге, что делает доктор Муштаба? Для того, чтобы немножечко дольше ее сохранить, он вывыскает скелетные заклинания, которые как бы отвлекают внимание чемпионки и тем самым помогают его чемпионке выжить и снести больше страни дефа. Очень даже интересный подход, я думаю, что его можно брать себе на вооружение. Плюс ко всему, эти скелетики, если они еще доживают, а они дожили до зачистки базы, они потом помогают вам подчищать остатки. Далее у нас идет очень аккуратный выпуск с нескольких пальцев шариков по часовой стрелке. И таким образом, начиная с трех, заканчивая девятью часами, вся база полностью подчищена и в конце остается дочистить центр. То есть, это орел вместе с арбалетом и чистильщиком. Чистильщик, конечно, немножечко мешает, но в целом, с учетом, что шары подлетают с девяти часов к нему, он особо их сносить не может. Кстати говоря, также стоит обратить внимание, что в качестве подкрепления у Доктора Матштаба был дракон, который тоже, ну, является весьма таким нестандартным клан-каслом, я бы сказала, редко используемым, но здесь он действительно очень хорошо зашел. Так что можете брать этот микс также на вооружение, мне он очень понравился, мне кажется, что большое количество баз действительно под него будут очень хорошо ложиться, но если даже не трешка, то очень хороший процент. Ну и под конец, наверное, будет очень внезапный микс, которого никто не ждал, поскольку бытует мнение, что на тринадцатом Тон Холле использование электродраконов это признак мобитона, однако же я вам скажу, что Стефани Доктор Матштаба так не считает. И на самом деле, я тоже не отношусь к числу таких игроков, которые считают какой-либо микс признаком дурного тона или плохого вкуса. Почему? Потому что микс нужно подбирать под базу. И если мы посмотрим на эту антидвуху, то вот просто очевидно, что на нее нужно идти электриками, поскольку все строения стоят вплотную друг к другу. И это очень легкая добыча для электродраконов с учетом их цепной реакции. Именно этой логикой, я думаю, руководствовала Стефани, когда проводила эту атаку, потому что здесь можно очень все легко и быстро, что самое главное, снести, не затратно по времени, поскольку электродраконы это юнит достаточно медленный и многие атаки рушатся, имея в виду не приносят трех звезд, потому что электрики просто не успевают зачистить базу. Но вот эта расстановка как раз очень даже хорошо подходит. Ну а собственно то, что не получилось зачистить электродраконами, потом еще помогли добить героя, и по сути атака получилась очень легкая, быстрая, и мне кажется, весьма простая и несложная по самому миксу. Естественно, атак было куда гораздо больше с этой КВшки, однако же, как правило, мистера Миссис Муштаба атаковали именно этими двумя армиями и сносили практически все, что видели вокруг именно этими миксами. Но я думаю, что выбрав несколько разных миксов, сделала ролик более динамичным, более интересным, поскольку вы можете эти же армии пробовать у себя на аккаунте, в легендарной лиге, на КВ, на ЛВК, и я уверена, что это вам поможет добиться более хороших и качественных результатов при атаке. Ну а теперь мы подошли к самому главному, это итоги по прошлому мему, по конкурсу, и на самом деле, в этот раз выбрать одного победителя было, ну просто нереально сложно, потому что вы оставили столько годных и крутых комментов, за это вам просто отдельное спасибо. Но все-таки победителем стал человек под ником График Дизайнер. Какой скин для героев дается этой осенью? Говорит он. Ответ скин Медицинская маска. Это именно то, что спросили два человечка, которые переместились, как им казалось, в прошлое или в будущее, но по факту они остались в том самом 2020-м. Да, коронавирус, и все эти последствия, которые сейчас актуальны, я думаю, буквально для каждого. Но очень будем надеяться, что в ближайшее время все будет уже стабильно и нас все это дело с вами пойдет стороной. Но победителя, я попрошу написать номер своего киви или карты под своим комментарием и именно тебе высылается 75 рублей. Однако, это не последний мем и впереди у нас новый мемчик. Итак, у Незнайки значит тут спрашивают, а что рисуешь? Незнайка что-то отвечает, на что в ответ получает комментарий, но там же ничего нет. Ну да, я типа знаю. Так, собственно, что ответил Незнайка? Пишите свои идеи в комментарии и самый годный коммент автор его получит от меня 75 рублей. Итоги подведем в следующем выпуске. Ну а если ролик вам понравился, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и прижимать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Кстати говоря, также небольшое объявление, что сегодня Стримчанского не будет, однако вас ждет еще один видосик уже ближе к вечеру по Бравлу. Не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok